Добро пожаловать на вторую тему нашего урока «Что такое Linux?». В предыдущей теме мы погрузились в историю Linux и узнали, как эта операционная система появилась и развивалась. Теперь мы рассмотрим ключевые преимущества использования Linux и то, почему эта операционная система стала столь популярной среди пользователей организации. Одним из главных преимуществ Linux является его открытость и свобода использования. Linux распространяется под лицензией с открытым исходным кодом, что означает, что любой может получить доступ к исходному коду, изучить его, модифицировать и распространить. Эта открытость способствует прозрачности, безопасности и инновациям. Пользователи и разработчики могут увидеть, как работает система и внести свой вклад в ее улучшение. Другим важным преимуществом Linux является его стабильность и надежность. Linux известен своей высокой степенью стабильности и способностью работать без сбоев в течение длительного времени. Это делает его идеальным выбором для серверов, критически важных систем и устройств, которые должны работать непрерывно. Детроллинг тщательно протестировано и проверено сообществом, что способствует быстрому выявлению и устранению ошибок. Безопасность – это еще одна сильная сторона Linux. Благодаря своей архитектуре и принципам разработки, Linux обеспечивает высокий уровень безопасности по сравнению с другими операционными системами. Система разрешений в Linux ограничивает доступ пользователей и приложений, предотвращая несанкционированные действия. Кроме того, открытый исходный код позволяет быстро выявлять и устранять уязвимости безопасности. Также гибкость и настраиваемость. Ключевые особенности Linux. Linux предоставляет пользователям полный контроль над их системой, позволяя настраивать каждый аспект в соответствии с их потребностями. От выбора среды рабочего стола и приложений до тонкой настройки ядра. Linux предлагает беспрецедентный уровень персонализации. Это гибко сделает Linux подходящим для широкого спектра применений, от встроенных устройств до суперкомпьютеров. Еще одним преимуществом Linux является его бесплатность. То, что он бесплатный – это очень большое преимущество. Большинство дистрибутивов Linux доступны для бесплатной загрузки и использования. Это устраняет затраты на лицензирование программного обеспечения и делает Linux доступным для частных лиц, малого бизнеса и образовательных учреждений. Кроме того, многие высококачественные приложения с открытым исходным кодом, такие как LibreOffice и Jim, также доступны бесплатно в Linux. Linux также известен своей производительностью и эффективностью. Он может работать на широком спектре оборудования, включая старые и маломощные компьютеры. Linux оптимизирован для эффективного использования системных ресурсов, что обеспечивает быструю и отзывчивую работу даже на скромном оборудовании. Это делает Linux отличным выбором для восстановления старых систем и развертывания в средах с ограниченными ресурсами. Сообщество Linux – еще одно важное преимущество. Linux поддерживается активными и преданными своему делу сообществам пользователей и разработчиков по всему миру. Это сообщество предоставляет поддержку ресурсов и знаний, помогая новичкам освоить Linux и решать любые проблемы. Дуг сотрудничества и взаимопомощи пронизывает сообщество Linux, создавая гостеприимную среду для обучения и роста. Ну и наконец, Linux предлагает широкий выбор приложений и инструментов для различных задач. От офиксных приложений и мультимедийного программного обеспечения до средств разработки и научных пакетов. Linux располагает богатой экосистемой программного обеспечения. Большинство этих приложений являются бесплатными и имеют открытый исходный код, что дает пользователям свободу выбора и настройки своего программного стека. Подводя итог, преимущества Linux многочисленны и разнообразны, будь то открытость, стабильность, безопасность, гибкость или эффективность затрат. Linux предлагает убедительные аргументы для пользователей и организаций. По мере того, как мы продвигаемся в этом курсе, вы получите практический опыт использования Linux и откроете для себя, как эти преимущества могут принести пользу вам в вашей работе или личных проектах. В следующей теме мы рассмотрим различные дистрибутивы и поможем вам выбрать тот, который на лучшем образом соответствует вашим потребностям.